Более одной трети собственных доходов бюджета Наринмара в 2017 году будет направлено на содержание органов муниципальной власти. Такие цифры озвучили на публичных слушаниях, посвященных рассмотрению проекта бюджета города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Несмотря на экономическую ситуацию и дефицит казны, городская администрация не снижает уровень расходов на аппарат муниципальной власти, но при этом снижает расходы на другие статьи, например, ЖКХ и социальную политику. С таким положением вещей в корне не согласны депутаты Горсовета. Мнение сторон выслушала Ирина Цепитова. Проект городского бюджета сформирован на трехлетний период и, как отметила заместитель главы администрации по экономике и финансам Елена Кислякова, сверстан с учетом мер жесткой экономии и оптимизации финансовых средств. Основные параметры бюджета на следующий год выглядят следующим образом. По информации Елены Кисляковой, в общей структуре доходов городского бюджета собственные доходы в виде налоговых и неналоговых поступлений составят чуть более 626 миллионов рублей, что на 10 миллионов меньше, чем в текущем году. Остальные средства в размере порядка 80 миллионов поступят в городскую казну в виде безвозмездных поступлений. Итого доходов на сумму 708 миллионов рублей. Для сравнения, в 2016 году плановые доходы городского бюджета составляют порядка 775 миллионов. Налицо снижение доходной части, а значит, нужна оптимизация. Но начали, как говорится, не с себя. Второе место по величине расходов занимает решение общегосударственных вопросов или попросту содержание аппарата муниципальной власти. На эти цели из бюджета 2017 года направят более 1 трети собственных доходов или более 230 миллионов рублей. Для сравнения, на сферу ЖКХ в следующем году направят порядка 254 миллионов. Около 40 миллионов на решение социальных вопросов. Депутаты горсовета продолжают задавать администрации резонный вопрос, когда произойдет снижение расходов на содержание муниципальной власти. Первая сторона – это прямое сокращение, а вторая сторона – это ведь и выплаты и так далее, поэтому необходимо взвешивать все. И третья сторона еще у нас – это выполнение функций. С тезисом о выполнении функций, а точнее о том, что сокращение скажется на качестве их выполнения, депутаты также в корне не согласны. По словам депутата горсовета Людмилы Ульяновской, с переходом полномочий в округ, количество функций городской администрации резко сократилось, а штат при этом остался прежним. Очень много тратится денег фактически на пустые структуры. Целое управление городского хозяйства и градостроительной деятельности – 22 человека. Они только контролируют, можно сказать, работу чистого города и МКУ. И у них там в штате сидит 22 человека. Раньше в городе всегда существовал отдел градостроительной деятельности. Ну, может быть, трех человек мало, но пять человек – это не 22. И вот за счет этого, конечно, были бы очень большие сокращения. И потом, если даже проведены какие-то сокращения в аппарате администрации города, больше того, взято работающих по контракту. Кроме того, сокращение расходов на муниципальную власть – это в том числе и сокращение фондов оплаты труда муниципальных служащих, о котором городские депутаты твердят с июня. Напомню, решение этого вопроса повесло в воздухе из завета, наложенного мэром Татьяной Федоровой. Между тем, фонды оплаты труда госслужащих сокращены до 37,7 окладов в год. Муниципалы, согласно проекту бюджета, остаются с 48 окладами, что, в принципе, противоречит федеральному законодательству, отмечает Сергей Сверидов. Я лично буду обращаться в прокуратуру, чтобы прокуратура рассмотрела этот вопрос. К сожалению, опять же, скажу, что на сегодня задавал вопрос, будут ли администрации предпринимать меры для того, чтобы соотношение зарплаты было с государственными служащими одинаковыми. Я не услышал четкого ответа, что даже не сказали, что этот вопрос рассматривается. То есть у меня сложилось впечатление, что это не будет рассматриваться. И вот этот бюджет на 2017 год и плановый, 2018 и 2019, подтверждает, что зарплата на содержание органов местного самоправления и вообще, в принципе, расходы, они сохраняются в прежнем размере. И я больше скажу, они сохраняются и по результатам 2015 года. Если возьмем 2015 год, и когда еще полномочия были в городе, а сегодня мы знаем, что они ушли в округ, то никакого сокращения не происходит. И ни самих служащих, ни содержание зарплаты на этих служащих. По словам Сергея Свиридова, такое бездействие у муниципальной власти приведет к выпадению порядка 150 миллионов рублей из городского бюджета. Так или иначе, но большинством голосов проект бюджета на трехлетний период был поддержан. Справедливости ради отмечу, что 90% участников публичных слушаний были муниципальные служащие городской администрации. Согласно порядку, дальше проект бюджета ляжет на стол главе Наринмара, а затем будет направлен на рассмотрение депутатов.